давайте вопросы пока есть возможность выбирайте игноте да я уже выбрал столько надо сказать ездра от ашов здесь или нет вот имя ездра нигде нет а у нас он есть это единственный человек в библии который сделал больше всех и ни одного попрека в его сторону не было ну давид делал там грешил блудил убивал избранник божий а вот у ездра ничего этого не было он собрал книги ветхого завета вот что он сделал для нас ветхий завет это его руки вывел народ из плена отстроил стены дома вообще и ни одного нигде нету плохого вот ездра и нееме они устроили всемирный развод евреев и наземных девок отпустили домой нагрузили я еще раз прошу здесь он наш брат и ездра так ирина кадратюк и еще кого-нибудь закажет куда же недельность это здесь она ну вот и она знает как помолится всегда говорите в конце славословие святой троицы и громко аминь и кто согласен с молитвой говорите аминь о чем апостол павел прямо говорит если войдет не знающий языке как он скажет аминь а мы будем понимать по-русски все ангел вопияши благодатней чистая дева радуйся и патерику радуйся твой сын воскресе три дня вина гроба и мертвые воздвигнувые люди веселитесь а святись а святись а новые иерусалиме слава бога господня на тебе вася я ликуй ныне веселись а сегодня ты же чистая красуйся богородице о восстании рождества твоего господи благодарим тебя за этот воскресный день за то что ты даешь нам возможность собираться здесь для общения для моления для научения для назидания господи не лишай нас средства связи и помоги нам помоги нам также издать трехтомник нового завета господи стопы наши направь по слову твоему и не даблант или да не обладает нами никакое беззаконие хвала тебе слава честь и поклонение отец сын и святой аминь 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 и ведущих аминь аминь спасибо христос и гнатих нович да спасибо христос тут спрашивает отец на ум спрашивает вас но говорит отец говорит расскажи об украине я уже рассказал и ролик ему покажите у меня вопрос маленький здесь будет марина михайлюк здесь сейчас может она вышла сейчас я ее добавлю сейчас сейчас она вышла ну ладно а то на ум и сообщите все аминь вот он здесь марина какой-то мне вопрос задавала сегодня и что я тебе ответил прочитаешь вопрос задал который прочитает чтобы какой я тебе ответ дал и как ты поступила Нет, ну я же уже была на соревнованиях, потому что... Так, сейчас. Прямо засчитай вопрос, как дала и какой ты получила ответ. Игнатий Тихонович. Вот такая спортсменка наша. Да, вы мне тут много написали. Я написала, Игнатий Тихонович, чтобы помолился за меня, потому что я пошла на соревнования отсюда по теннису. Он мне пишет. И о чём же я должен молиться? 1 Тимофея 4,8. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на всё полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. 2 Макавея 4,13. Так явилась склонность к еленизму, изближения с иноплеменничеством, следствием непомерного нечестия Иерусона, этого безбожника, а не первосвященника. Так что священники перестали быть ревностными. Кто-то мешает, не нравится их. Продолжай, продолжай. Да, да, да. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и презирая храм, и не родя жертв, спешили принимать участие в противных законноиграх. Полестры по призыву бросаемого диска. 15. Ни во что ставили они отечественный почёт, только еленинские почести признавали наилучшими. 16. За это постигло их тяжкое посещение, и те самые, которые они соревновали в образе жизни и хотели во всём уподобиться, стали им их врагами и мучителями. Ибо нечестиво поступать против божественных законов невозможно не наказанно, как показывает наступающее за тем время. Благодарю. Ну, я заняла второе место. Ну, вот такой у нас маленький разговор был. Да. Я уже ответ прочитала, когда была на соревнованиях. Благодарю. Благодарю. Книги называются «Маковейские». Первая Маковейская, вторая, третья Маковейская книги. Благодарю. И Маковея. Ага. Маковейская. Ну, тогда всё, наверное. Так, что ты ещё хотел, Вячеслав, сказать? Маковеев несколько братьев было, и отец. А вот тот Дмитрий, помните, я говорил, который Иоанн Суворов телефон искал? Я ему сказал, что я не дам, пока с вами не поговорит. Не поговорит. А он говорит, у меня я нашёл знакомых, которые уже дали ему этот телефон. То есть это не я, а ему кто-то дал. Ну, всё. И он ему написал. Да, Иоанна Суворова. Да. И он ему написал. И вот Иоанн Суворов, он ему написал по поводу крещения. Он хочет по полным трекратным погружениям. И отец Иоанн вот что ему пишет. Добрый день, Дима. Я так считаю. Когда Иуда предал Христа, спасителя за 30 серебряников, первосвященникам, то Христос так и остался Христом, а предатель удавился. Если священник законно рукоположен, совершил таинство крещения в воде, прочитал положенные молитвы, то почему таинство должно считаться недействительным? Моё мнение, всё действительно. Моё мнение. Он сам не имеет три погружения. Сколько раз вдруг нашего батюшки приезжали креститься? Нет. У нас сколько ярмонахи крестились. Это всё из-за того, он... Это моё мнение. А мнение на чём основано, когда он не погружён? Не крещённый поп. Какой он может другой дать наказ? Никак. Вот и ответ весь куда. Туда пусть и не обращается он. Там он ещё не найдёт, кроме смерти. Вот именно. Так и главное, если, говорит, священник, законно рукоположенный, говорит, крестил в воде, так крестил-то это называется, погрузил. Вот такое и есть. То есть, если он крестил, главное, окропил, а говорит, я погрузил. По сути, он... Ну, это обман. Обман, обман. Сто процентный обман. Помните, как он радовался крещённым, подходил, обнимал их, там, целовал, когда приезжал и крестились братья и сёстры. Кто Иуда-то, надо ещё посмотреть. Видишь, куда кинул на Иуду. Мы как-то с ним шли здесь в университет, занятия среди недели. Он говорит, мне вот непонятно. Притчу Христос вывел, что лежал раненый, священник прошёл мимо. Да куда же догодиться-то? И диакон тут потоптался и тоже пошёл. Почему Господь вывел-то? Самые негодные люди такие, священник да диакон. Я говорю, тебе лучше это знать. Рассмотри свою жизнь. Сколько раз ты мимо израненных прошёл? А я считаю. Почему так апостолы не считали? Почему каноны так не считали? У нас, посчитай, сколько? 136 свидетельств. Каноны, святые, всё в полное погружение. Где князь Владимир крестил? Где Христос крестился? Ну, определённо, щётко ясно. Их нужды никакой нет, а вот такая проказа прилипла к ним. Вот это и есть проклятие. Проклят дело Господне, делающее небрежно. Ты спросил у старобрядцев, хоть один был не погружён, а их больше 50 толков, 50 с лишним направлений. Но ни одного нету. Чтобы не в полное погружение. Это все знали, что это крещение нету, это обман. Батюшка поехал, тут знакомый священник, видно. А этот стоит одетый, и он в тазике налил маленько, и головой в тазик, и лбом там по дну тазика. Нет, щашка какая-то в руку. В щашке вот и голова там не вмещается-то. Безобразники, жулики врессоносные. Они на одном крещении только рай закрыли за себя. Игнатий Игоревич, в том году он приезжал с тремя там ещё, и ничего не рассказал об оглашенной из Эдите. И вам пришлось их выводить, а мне потом доводить их. После того, как проповедь-то вы прочитали, вернее, проповедь сказали, и они стоят, я подошёл, говорю, ну теперь дальше выходите. Проповедь прошла, да, сейчас верные остаются только. Они вышли там, и давай обсуждать, а что это такое, мы же всегда, никто нас не выводил, это что здесь за беззаконие. И прям восстание целое учинили. Ну, мне пришлось там им проповедовать, ну и... А потом они пожаловались отцу Иоанну, и он меня там немножко стращал, что это такое. Я говорю, а как вы так едете сюда и ничего не говорите никому? Как вы это вообще посмели-то говорим? Вы же знали, что всё равно мы будем выводить. Вот так. Их не знаем. Да главное, такие рубашки хорошие, пояса сделали. Там один бритый, бывший губернатор, или мэр там у них где-то, его сажали, наверное, вышел. Я говорю, мы этого не знаем, нам никто не рассказал. И поэтому я повернулся и сказал, оглашены, и зайдите. Было они уряди, со мной выговорили. Потом я говорю, я бы делал то, что положено по моему сану. Я староста. Если бы вы не сделали, я бы сделал это. Ну, слава Христу, что такой есть смотритель строгий. Я бы со своим костылем подошел, и они бы быстро вышли. Все тогда. Ну, все тогда. Доброй ночи вам. И вам так же. С Богом. И они, Господь, с Богом. Аллилуйя. Слава Христу. Хорошо, что вы есть. Да пока живой, там как Бог даст. Так. Аминь. Храни Господь. Аллилуйя. Слава Христу.